Внезапно! Крикбейтовые заголовки! Крикбейтовые заголовки на джейсинге! Что произошло? Узнаете в этом выпуске! Всем привет! И начнём этот выпуск всё-таки с нормальной интонации, с нормальной скоростью, дабы нескольких упырить мел тех, кого кликбейтовые заголовки могли привлечь. Я просто хочу сразу сказать, что заголовок соответствует действительности и ничего не могу с этим поделать. То есть это именно как раз-таки то, ради чего джейсинг-то изначально и создавался, чтобы про японский экспириенс рассказывать, если в целом. Тобственно, да, я получил самый, что ни на есть, японский экспириенс во время поездки в Осаку. Ну, некоторое время назад, ну, примерно месяц уже назад. Сейчас я хотел бы рассказать именно об этом замечательном аспекте той командировки, самом запоминающемся, будем говорить прямо. Рассказать, как коллега пригласил меня поесть китятины, я думаю, что это правильное слово в данной ситуации, в одно, я не могу это говорить замечательное, но заведение. Собственно, да, надо сначала сказать, что вообще про подобные места в Японии и как туда попасть. Дело в том, что китовое мясо, это, ну, будем говорить прямо, что это деликатес. Его никто не будет заготавливать заранее, для того, чтобы вы пришли и сели, называется, сделали. Как, кстати говоря, и много других, всяких разных блюд. То есть, например, такую конкретно элитную говядину, вагю там или кобы, или какие-нибудь суперэлитные сорта рыб, или там очень элитные суши, например, в заведениях, в которых это подают, там нельзя просто прийти, сесть и, собственно говоря, наесться. Нельзя даже встать в очередь и наесться, потому что в такие заведения можно опасть, исключительно по бронированию. То есть, нужно за определенное время, там, в зависимости от, звонить в ресторан и бронировать себе столики. Потому что дело в том, что, я говорю, владельцы и повара в этих заведениях, они покупают ингредиенты конкретно под вас. То есть, они их не заготавливают, не хранят. Они вот натурально, там, в зависимости от того, что мы собираемся есть, они придут с утра на рынок, под вас конкретно купят, и потом, когда они приготовят, там, из наисвежайшего, чего бы то ни было. То есть, это все создает, конечно, очень большие проблемы в случае, если вы не придете для поваров, и они делают все возможное для того, чтобы этих рисков избежать. Но также для вас это создает очень хорошую кулинарную атмосферу, где вы можете насходиться по-настоящему вкуснейшими. И, собственно говоря, да, коллега, будучи консайцем, если это так можно склонить, перед командировкой забронировал, то есть, он сам хотел, поскольку он там не был в этом заведении, но ему очень сильно советовали. И он, значит, решил устроить мне японский экспириенс по поеданию этого дела. Как бы я согласился, и ниже я расскажу, почему. Сразу скажу, что заведение оказалось найти очень непросто, даже несмотря на то, что, как бы, искал японец, японское заведение оказалось найти непросто. То есть, туда так просто не попасть. Но ничего, мы нашли. И дальнейшее мероприятие будет построено так, что сейчас я переключусь на режим диктовки за кадром, и одновременно с этим я буду показывать фотографии, блюд, которые мы там употребляли. Значит, на тот момент, когда я это записываю, я не знаю, что я скажу дальше в дубляже, поэтому не удивляйтесь, если, когда я начну говорить снова в этом формате, что-то будет не соответствовать. И, да, на этот раз поехали. Ну, вот, собственно, это было первое, что я увидел, когда мы вошли в ресторан, и первое из того, что нам подали. Зачем, конечно, нужно обратить внимание на вот этого замечательного кита, который служит подставкой для палочек. То есть, заведение всячески намекает полное, что оно китово-ориентированное. И, если честно, прям вот откровенно честно, когда я это увидел, я думал, что мы это съедим, и на этом все закончится. Ну, потому что я думал, что это очень дорого, и в целом мы не сможем позволить себе там долго пировать. Дальше вы поймете, насколько сильно я ошибался в этом своем мнении, но тем не менее. Поехали слева направо, да? Самая левая штука, я вообще не понял, что это такое. То есть, это что-то из кита, из каких-то его, я даже не знаю, желез, может быть, из чего-то такого. То есть, оно пахло как лекарство, я должен признать. Но поскольку у него вкус был очень интенсивный, очень сильный, я не стал это пробовать, прямо распробовать. И в итоге оставили как есть. Посередине это, понятное дело, китовое мясо, сашими, то есть, оно не готовленное и ничего. И, то есть, верхняя часть это мясо, а нижняя это сало его. То есть, прямо откровенно сало. Желтая штука, рядышком с ним, это майонезик. Вот прям не удивляйтесь, это настоящий майонезик. И с правой стороны тоже что-то из кита, но не мясное. Я так и не понял, что это, но вкуса у этого не было вообще никакого. То есть, прям реально абсолютный ноль вкуса. По текстуре, ну, как бы прикольно, конечно, но спорно. Так, знаете, на вкус мяса, вообще самого, я не смогу сказать, что оно было сильно вкусным. Вот эта часть. Сало было вообще откровенно невкусным. Пахло оно, конечно, весьма своеобразно. То есть, запах там был такой. Даже, ну, как бы сложно описать, потому что его ни с чем больше не сравним. Видимо, это специальный китовый запах какой-то. Но ничего совершенно приятного в нем не было. Как бы проживал, да. Сказал, конечно, в рамках приличия, что да, совершенно супер очень вкусно. И, как выяснилось, нам предстояло еще много чего съесть. И, собственно, после этого было второе блюдо. Тоже сашими, на самом деле. Но более такое разнообразное. Из большего количества частей. Внизу я должен сразу сказать, что там просто стандартные приправы. То есть, лайм, маринованный имбирь, вот эта желтая фигня. И что за коричневая фигня справа, я не знаю и не понял. Но, опять же, самое интересное здесь, это вот два красных, прям откровенно красных кусочка внизу. То есть, это прям конкретное мясо, вот самое мясо. Должен сказать, что если бы я не знал, что это из кита мясо, то я бы сказал, то есть, вот по внешнему виду, по текстуре, я бы точно сказал, что это, ну, говядина как минимум. То есть, оно вот прям настолько неотличимо, что я вот и честно был удивлен. Но при этом, опять же, как ни странно, вот тот самый запах давал о себе знать. Сало, которое вот справа там виднеется, оно, конечно, совершенно отвратительное. То есть, я прожевал его просто стиснув зубы. Совершенно мерзкая дрянь. Вот эта самая интересная вещь, которая в центре, сверху, в крапинку, что называется, это вот считается прям особым деликатесом. Подкожный жировой слой в каком-то специальном месте у кита так выглядит, что он вот такой вот интересный. То есть, это прям реально мясо в сале. Ну, я не знаю, как это просто описать. Собственно, в этом месте я уже столкнулся первый момент с тем, что мне больше всего не понравилось. Это невозможно прожевать. То есть, я реально не люблю пищу, которой я не могу прожевать. Мне прям отвратительно это восстановится. Но вот китовое мясо из тех, которые прожевать невозможно. То есть, я просто вот, после того, как я все это проглотил, ну, как проглотил, съел, конечно, я только и сделал, что пытался прожевать. Но это нереально оказалось сделать. Просто никак. Более-менее вкусно, то есть, то, что можно было бы назвать вкусным, по крайней мере, по моим меркам, была вот только та самая вылезка красная внизу. Ну, все остальные кусочки совершенно меня не понравились. Вот никак. И они меня не порадовали. Это не последнее. И даже не середина. После этого мы перешли к другому блюду. И да, оно было хотя бы термически обработано уже. То есть, мы приближаемся постепенно. Ничего супер-выдающегося. По факту, это просто разные виды того самого мяса, которые были представлены ранее. Просто сварены в чем-то наподобие соу-соусу. То есть, соу-соус там был, но не 100%. То есть, в чем-то таком сварены. Непонятно, зачем также было украшено все это блюдо веточкой мяты. Не удивляйтесь, на самом деле это мята. Ну, это было уже лучше. В том плане, что хотя бы было не так противно есть. На самом деле, лучше прям принципиально не стало. То есть, все было такое же странновато очень на вкус. Единственное, что запах ушел. Это да. Говоря опять же про прожевывание, я надеялся, что поскольку оно хотя бы чуть-чуть обработанное, оно будет легче прожевываться. Нифига подобного. Какая-то из частей действительно стала лучше. Прямо она стала очень рассыпчата. Остальные вообще никак не изменились. То есть, прям вообще резина-резина. Вот конкретно в этом блюде ничего вкусного и приятного не было. Даром, что его было не очень много. Так что не пришлось долго мучиться с ним. Покончили мы с этим быстро. После чего нам подали вот это. Конечно же, как могло обойтись без темпуры? Ну, разумеется, никак. Вот она и прибыла. Опять же, странная очень темпура, то есть она выглядит, конечно, очень большой. Но на самом деле, примерно две трети от объема занимает сама темпура. То есть, обсыпка и вот это все тесто. Я не знаю, как это назвать. Внутри было вот то красное мясо, только оно было, конечно, сваренное. Каким-то образом оно умудрилось стать еще хуже в плане запаха. Вкус у него так поменялся, конечно. Ну, не в лучшую сторону, скорее. То есть, было понятно, да, что это... По текстуре было понятно, что это мясо. Как бы одна штука. Какое мясо? Черт его знает. Не очень. Вот прям честно. Я хотел бы, что мне это понравилось, потому что, ну, как бы, в темпуре обычно можно все съесть. Ну, то есть, внутри реально просто кусок мяса. Самая странная темпура, которую я только видел, наверное, после темпуры из яйца сырого. Зачем лайм поддавался к этому, я тоже не совсем понял. Видимо, как-то сочетается, наверное. Ну, опять же, радует, что было мало. Правда, к этому моменту у меня уже было так прилично наполнено, учитывая, что мне приходилось через силу. Все это есть. И при этом, не забывайте, я пытался до сих пор проживать то, что я съел до этого. То есть, челюсть у меня так уже была прилично уставшей. Мы продолжали, тем не менее. Это, по замыслу повара, наверное, должно было быть апогеем данного меню первым из двух интерактивных блюд, скажем так. То есть, подали это в сыром виде. И внизу была как бы свечка, которая нам подогревала все это дело. Нужно было самому сделать из этого дела стейк. Опять же, мясо то самое, самое красное. Как бы я в этот момент убедился, насколько оно вообще быстро готовится. То есть, прожаривается оно абсолютно моментально. Если как бы по виду это говядина, то вот по структуре это рыба, как оказалось. То есть, готовится она, цвет меняет и текстуру практически моментально. Также там видно снизу, справа немножко овощи. Так, присоседились. Но они сильно большой погодой не сделали. Это было практически единственное, что было не противно есть. Я должен признать. Вот здесь вот. То есть, я не знаю почему, но вот в случае, если прожаривать его вот в таком виде, это даже употребляемо хотя бы как-то. То есть, запаха нет и вкус такой, ну, вот реально на говядину смахивает. Я вот в этом отношении, я как-то могу понять вот это вот все блюдо, но не в предыдущих. Собственно, коллега это проглотил вообще моментально. Собственно, получается на моих глазах. Ну, мне пришлось чуть-чуть постараться. К счастью, когда я увидел следующее блюдо, я понял, что это конец. Наконец-то это конец. То есть, обычно, как в японских трапезах, если вы видите, что на стол подают вот такой вот котелок с бульоном кипящим, особенно на газовой горелке, если он не стоит изначально при этом на столе, то это означает, что уже пора собираться. То есть, в него обычно загружают все, что на столе осталось, и делают из этого, ну, как бы удон. И, собственно, именно это то, что произошло. То есть, также там потом нам принесли удон для того, чтобы туда загрузить. Предлагалось самим брать мясо, туда класть, сварить его, и после чего употреблять вместе с удоном. То есть, самые вкусняшки тут просто пошли. Сверху видно вот там вот такое белое с черной полосой. Вот это тоже, я прям вообще не понял, что это. То есть, оно такое по структуре твердое какое-то, желеобразное. Черт пойми, что. Я так понял... По выяснению коллеги, я так понял, что это китовый ус или что-то подобное. Но я не уверен в этом до конца. Как бы проблема в том, что вкуса вот этого никакого не было. Приятного. Ну, с другой стороны, в качестве экспириенса это, опять же, очень интересно. То есть, просто кладешь кусочек в кипящий бульон, и он на твоих глазах прям превращается в вареный. На этом месте я должен признать, что я коллеге сказал, что я уже все. То есть, я вот не могу, у меня прям полный желудок, что называется. Ну, он совершенно был не против все это съесть сам, к счастью. То есть, я, конечно, из-за вежливости чуть-чуть это поел там. Как бы, ну, бульон и саму лапшу можно было поесть. Чего уж там. Но китовое мясо я уже не стал. Потому что был разочарованным по полной программе. И оно у меня стояло уже поперек грош, называется. Да, при том, что я до сих пор жевал старое, опять же. На этом месте. То есть, ожидания мои оправдались. И это был, наконец-то, последнее блюдо. Но не последнее по списку, что называется. Потом нам подали еще десерт, который я здесь не запечатлел. Потому что, ну, как бы, десерт был более-менее стандартный. Ничего китового в нем не было. Кроме того, единственное, что он был изготовлен явно в домашних условиях. То есть, в морозилочке там так сливки были заморожены. Поскольку там внутри были еще кристаллы воды. То есть, видно было, что они не промышленное производство. Но десерт был реально вкусный. Вот тут самое вкусное из всего, что было просто во всем этом. То есть, он меня порадовал. После этого мы расплатились и пошли. Значит, по окончании всего этого пиршества, назовем это так, да, коллега купил себе и зачем-то мне тоже подарил вот такое замечательное блюдо. То есть, вот это вот канзи для обращения кита, который сейчас от куджира. И это не что иное, как карри. То есть, это самая натуральная китовая карри. То есть, такое блюдо можно купить в... Подобные упаковки можно купить в обычных римахетах. А там оно более банальное. Там какое-нибудь говяжье, там, или свиное карри. Здесь... То есть, оно уже готовое. Его нужно просто опустить в воду, разогреть в пакете. А потом как бы на ваш рис выливать. Вот. Еще это примечает, название, вот эта вот упаковка тем, что здесь изображен... Вот вы видите этого товарища. Это шеф-повар заведения. В конце, когда мы уходили, он, значит, лично вышел. Лично нас поблагодарил за то, что мы посетили его заведение. И долго и упорно откланивался после того, как мы, собственно, собирались и уходили. Вот. Очень сильно нас поблагодарил. И все такое проще. То есть, это вот конкретно маленький, не знаю, семейный, ну, как бы маленький ресторан, в который народ ходит. Да. Кстати, я должен сказать, что, как бы, пока мы там сидели, народу было не то, что много, но, как бы, там сидели, посетили и, как бы, они приходили туда. Было видно, что заведения бронируются. То есть, они там не похлаждаются. Мы там были не одни. Вот. Также мы получили замечательную визитку от него. Еще мне досталась вот эта вот штука с меню, из которой я узнал, что все то, что мы съели, все то, что я показывал, просто до этого я не знал стоимость, сколько это стоит. И, как бы, коллега за меня заплатил. То есть, я не просил его, но он заплатил. Все вот это дело, мы, у нас был вот этот вот, куджера фуру куосу. То есть, полный китовый, ну, короче говоря, от слова корс, как на русский я перевесе сейчас быстро не смогу вспомнить, 8500 йен стоило все то, что я вам показывал. Ну, то есть, как вы можете понять, это, ну, это не то, чтобы сильно дорого по меркам элитной кухни, но это и не то, чтобы сильно дешево в то же самое время. Учитывая все, что я сказал выше про вкусовые качества этих блюд, я не думаю, что... Я бы честно сказал, что я бы был разочарован, если бы мне пришлось заплатить вот столько денег за то, что я съел. А теперь о цели всего этого мероприятия. Почему я согласился? Если есть зоозащитники в зрителях и прочие подобные люди, то это сегмент специально для вас. Предыстория несколько такая отдаленная, но, тем не менее, я не читал Википедию до этого, поскольку я никогда не готовлюсь к этим выпускам. Ну, то есть, если вы хотите посмотреть историю, точно посмотрите в Википедии, там написано точно, я знаю. Но сейчас так, ориентировочно. Некоторое время назад, ну, большое, там, десятилетие назад, была создана Всемирная китобойная комиссия, в которую также вошла Япония в свое время. И, то есть, эта комиссия приняла такое постановление, или, наверное, как это назвать, которое запрещало коммерческий промысел китов. То есть, коммерческий промысел, так, чтобы вот их вылавливать в промышленных масштабах, как саеву там или селедку, нельзя. Все, хватит, прекращаем эту забаву. С одним исключением. Промысел китов в научных целях разрешен по квотам. Собственно говоря, и недавно. То есть, это было до, вот, в случае с Японией, это было до определенного момента. И в этом году, пару месяцев назад, Япония приняла решение о том, что она единолично выходит из этой Сибирной китобойной ассоциации или комиссии с целью возобновить коммерческий промысел китов. Меня это сильно зацепило. И, собственно говоря, у меня возник вопрос. А почему? Что в этом китовом мясе такого, что в то время как весь ненормальный цивилизованный мир китов продолжает не истреблять, японцы их хотят ловить. Вот прям хотят ловить. Настолько, что они демонстративно выходят из запрета по промыслу китов. Ну, это, как бы, для меня это показалось дикостью. Я решил, что надо проверить, что в этом китовом мясе такого. Вот почему? Вот это, как бы, вы можете, мои ощущения понять, потому что я уже сказал выше. Но здесь еще другой важный момент. То есть, вот на тот момент, когда я это китовое мясо ел, надо понимать, что Япония еще не вышла из китовой комиссии, и она была под запретом на коммерческий промышлен китов. То есть, надо понимать, что те киты, которых, ну, или кит, я не знаю, то, что я ел, было добыто под маркой и под сурдину научного промысла. То есть, надо понимать, что все то время, когда этот запрет действовал, Япония добывала китов под видом, ну, исследовательского промысла, но по факту все это мясо оказывалось в ресторанах и на рынках. Что, как бы, ну, это вообще полнейшая дичь. То есть, по факту, японцы и китов есть и не переставали, и не переставали их добывать. И, как бы, они вышли из этого мероприятия только до того, чтобы их продолжать добывать больше, и все. То есть, я должен сказать, что они, конечно, не будут добывать их по всему миру Луну и океану, то есть, они будут только их в своей эксклюзивной экономической зоне добывать. Надо понимать это. Но это, как бы, не отменяет того факта, что это вообще просто дикость. То есть, они, японцы, будут продолжать истреблять китов исключительно для того, чтобы они могли пожрать вот все то, что я выше сказал. Ну, вот, ну, как вот, как вот к этому можно относиться? Я не отношу себя к большим зоозащитникам, но я отношу себя к людям, которые не любят расточительность и, как бы, перевод добра и ресурсов попусту. И вот это, на мой взгляд, после того, как я съел все это дело, на мой взгляд, китовое мясо и поедание китов это именно тот случай. Ну, честно, никакого вкусового наслаждения и никакого гурманства я не получил от того, что я их съел. То есть, на мой взгляд, деньги, конечно, такие большие, да, с одной стороны, но с другой стороны, маленькие. Но, опять же, с третьей стороны, если, ну, вот, честно, на мой вкус, если я уже хочу поесть супер вкусного и офигенно полезного, не знаю, там, крутейшего мяса, то, мне кажется, проще эти деньги потратить на то, чтобы пойти, я не знаю, корову там съесть. Опять же, эту элитную вагю корову или что-то еще. Ну, вот, я не могу это пасть. Мне это прямо всеми фибрами души, вот, настолько меня волнует, что я даже это видео сделал специально с этой темой. Потому, как бы, не особо, так, замаскировав ее под поедание китов в клейбейтном заголовке, да. Так что я должен сказать, да, что я это не одобряю. То, что я сделал, я тоже не одобряю. В определенной степени это было для меня также, будем говорить, мучительно. Впредь я точно не буду больше участвовать в подобных мероприятиях. Ну, реально, ничего, ничего, кроме исключительно силы традиций в этом нет. Я не вижу, по крайней мере. Возможно, для японцев это имеет какое-то более сакральное значение. Ну, не для меня точно. Вот на этой оптимистичной, пессимистичной ноте сегодняшний выпуск с джейсинга мы заканчиваем, который, по-моему, сегодня обычно коротким для джейсинга. И, как всегда, увидимся. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»